Добрый вечер всем, чтобы он действительно был добрый, с хорошими новостями, и мы, как всегда, с молитвой в сердце и на устах за благополучие наших солдат и всех граждан Израиля, за выздоровление ранних и за освобождение пленных. Эта молитва у нас всегда присутствует в надежде, что наши усилия в духовной области, они, ну, хоть в какой-то степени помогают общей обстановке. Я бы хотел еще добавить, что не знаю, как вы присоединитесь к этой молитве или нет, но у меня всегда такая молитва, что есть павшие, как это ни печально, и у меня молитва, чтобы их дело не пропало даром. Потому что в нашей еврейской традиции есть такое понятие, что когда люди продолжают дело того, кто ушел из этого мира, особенно того, кто погиб, то он как бы продолжает жить. Его силы, его усилия, тот свет, который он принес в мир, это продолжает действовать, и хотя бы в какой-то степени он присутствует в этом мире, он живет. И вот очень бы хотелось, чтобы все эти жертвы молитва, чтобы эти жертвы не были напрасными, чтобы, упаси Бог, не назвали их впоследствии жертвами мира, чтобы еврейский народ продвинулся в великом деле завоевания всей земли Израиля, и не только ради великой идеи, хотя это, безусловно, важно, может быть, в первую очередь важно, я не знаю, но в данный момент, и то, что это, может быть, многим понятно, продвинулся ради своей безопасности, ради своего благополучия, потому что понятно, что любые территориальные уступки, создание чужой власти, передача в руки чужих народов или ненародов, таких образований, можно сказать, бандитских образований, передачи территорий, это приводит все к новому витку насилия, и, как мы видим, каждый раз на более и еще более жестоком уровне со стороны нашего врага. Поэтому хотелось бы, чтобы мы представляли себе, что те посылки Торы, общие посылки Торы, с которыми мы знакомы давно, они справедливы, и нам бы стоило на них ориентироваться, и ради собственного благополучия, и ради того, чтобы дело молодых людей, отдавших свою жизнь, не пропало даром. Это моя такая молитва, кто хочет, может присоединяться. Мы сегодня с вами, я бы хотел еще напомнить, что все свои слова я посвящаю памяти и возвышению души Любовы от Михаэля Синьи и Гинзбург. Даже в такой ситуации, я думаю, что это уместно, потому что она всю свою жизнь посвятила борьбе за алию русскоговорящего еврейства, за целостность земли Израиля, и также воспитала своих детей, которые полностью, с полной самоотдачей продолжают ее дело. Поэтому я думаю, что справедливо посвятить ей слова этого урока, этот урок, так же, как и тем, кто пал в вазе, в этой ужасной борьбе с терроризмом. Итак, по сути дела, сейчас постараемся с вами посмотреть, что пророчество, как мы с вами говорили, это не предсказание, или на 99% можно сказать, не предсказание, а это вскрытие самых разных моментов, тенденций, которые действуют в мире, и человеческой психологии, которая для нас часто остается непонятной, и только, вот, может быть, в свете последних событий нам удастся понять, о чем говорит пророк. Итак, я делаю шеяскрин, и я поднимаю тот ковиц, который нам нужен, и я бы хотел немного продолжить, завершить прошлую тему. Это осквернение имени Всевышнего, как вы помните. Я не буду ее развертывать, заново напоминать все. Мы только с вами возьмем один пасук и посмотрим его. Мы уже говорили о нем, посмотрим несколько с другой стороны. Если же вы не послушаете этого, то будет душа моя плакать втайне из-за гордости, и слезы прольются из глаз моих, и глаза мои изойдут слезами, потому что взято будет плен стада Бога. Мы говорили о том, что для народа Израиля необходимо проявление гордости своими достижениями, своей силой и военными успехами, но только в том случае, если при этом постоянно помнится о том, что Всевышний дает нам силу достигать, добиваться этих достижений, как и в мирной области, как и в создании экономики, айтыка, так и в военных успехах. Это та сила, которую нам дает Всевышний. И вот когда это ощущение пропадает, то гордость превращается в гордыню, как мы с вами видели. И здесь Всевышний говорит, душа моя будет плакать втайне из-за гордости, и слезы прольются из глаз моих. Почему втайне? Мы с вами в прошлый раз сказали в некотором одном плане. Теперь мы посмотрим совсем простой смысл. Мы с вами говорили, что есть обязанность представлять, что бы переживал Всевышний, если бы у него было вот такое человеческое начало, если бы он был в нашем представлении, как бы обладал человеческими свойствами. Что бы мы ему причинили? Чтобы мы причинили как отцу, чтобы мы ему причинили как нашему царю, нашими поступками. И хотя Всевышний не страдает, у нас есть обязанность представить иногда, по крайней мере, как бы ему было тяжело, если бы он не обладал этим свойством абсолютного покоя и абсолютной радости. Что бы мы ему причинили? И будет плакать душа моя втайне. Почему втайне? Простой смысл такой. Здесь речь идет об изгнании из-за преступлений сыновей Израиля. И в данном случае пророк подчеркнул гордыню как следствие забывания о том, что силу дает Всевышний, успех дает Всевышний, защиту дает Всевышний. И забывание об этом превращается в гордыню. А эта гордость, она пропадает. И из-за ее пропажи, из-за ее исчезновения плачет Всевышний. Почему плачет? Потому что слезы – это от невозможности, когда человек плачет, когда он что-то утратил и не может это вернуть. Не может это вернуть. Вот так и Всевышний. Это гордость Израиля, когда через Израиль проявляется божественное присутствие. И сыновья Израиля говорят и об этом. Это самое главное. Это цель, которой нужно стремиться и которая может исправить этот мир. И вот это пропало. И Всевышний не знает, как бы не знает, как это вернуть. И плачет. И сыновья Израиля уходят в плен, как мы видим в изгнании, потому что взято будет в плен стадо Бога. Уходят в плен. И втайне плачет Всевышний. Почему втайне? Почему плачет душа? Потому что есть трагедия, есть погибшие, есть убитые, есть разоренная Иуда из-за этого преступления, из-за гордыни, из-за забывания Всевышнего. И сейчас в этот момент, как бы говорить и подчеркивать, что пропала гордость, как проявление божественного присутствия через сыновей Израиля, в этот момент очень тяжело. Люди это не воспринимают. Люди воспринимают трагедию. Как и трагедию, трагедию гибели, трагедию разорения Иуды и падения Рушалайма. А Всевышний в душе втайне плачет из-за того, что упущено достижение цели, исправление мира. Вот как-то так можно понять эти псуки. И мне бы хотелось напомнить вам, что изгнание – это самое большое осквернение имени Всевышнего. И мы видим это через Ихискееля в 36 главе. И пришли они к народам, которым пришли они, и осквернили они имя святое мое тем, что говорили о них народ Бога, эти и земли его вышли. То есть они как бы причинили другим, дали другим возможность, подтолкнули других, заставили других внимания обратить на то, что это народ Бога, и они были изгнаны из своей земли. И вот этот вопрос – это само по себе осквернение имени Всевышнего, потому что ответ на него у народов мира, он всегда такой, что, ну, значит, Бог не все может. Это его народ, народ Бога. И вот они ушли из своей земли. Подспудно как бы на интуитивном уровне они понимают и правильно понимают, что цель Всевышнего – это привести народ Израиля в землю, сделать его сильным и успешным, и раскрыть через них свое имя. Это цель, и вот это недостижимо, недостигнуто теперь. А почему? Ответ народов мира, что, наверное, Всевышний не все может. Теперь осквернение – имя святое мое. Здесь можно подчеркнуть очень интересный момент, когда в трактате Иерушауме говорится «Освящение имени превышает его осквернение». Освящение имени превышает его осквернение, но где – это только в земле Израиля. Не помню, говорится это в самом трактате, но это подчеркивает Равцви Иуда в своих комментариях, в своих статьях, посвященных смыслу и особенностям наших праздников. Книга называется «Муадим». Он это подчеркивает, что только в Израиле освящение имени превышает его осквернение. И это потрясающая вещь. Мы знаем, хорошо знаем с вами эту историю, которую передавался от Большим Тоба, что ему сказали, что есть великий человек, великий праведник, и он пошел разыскивать его, и вот он увидел человека, который только ест и пьет, и все больше, ничего больше. Он спросил его, почему же с небес сказали, что ты великий праведник? Он сказал так. «Моего отца сожгли казаки, и он был худой, тощий такой, изможденный еврей, и он очень быстро сгорел. А я хочу, чтобы, когда меня подожгут казаки, чтобы я горел долго». Этому он посвящал всю свою жизнь, и ел, и пил. С одной стороны, в этом есть какая-то высота, осветить имя Всевышнего. С другой стороны, здесь есть Хилуль Гошем, как всегда, убийство еврея – это Хилуль Гошем, осквернение имени Всевышнего. И такое бессилие и беспомощность, и единственная возможность что-то сделать во имя Бога, это сгореть во имя Него, это осквернение имени Всевышнего, и оно превышает освящение имени Всевышнего. Не так в земле Израиля. Гибель евреев в земле Израиля, она освящает имя Всевышнего, и это освящение превосходит тот Хилуль Гошем, то осквернение имени Всевышнего, которое, безусловно, здесь присутствует, потому что как так, понимаете, солдаты армии, за которой стоит Бог, они гибнут. В этом есть момент осквернения имени Всевышнего, но освящение в миллион и миллион раз больше. И это можно отнести и к периодам царей и злодеев, Минаши, Амона и Иоакима. Казалось бы, это же великое осквернение имени Всевышнего, когда цари уходят в сторону Идувопоклонства, и ввергают в страну Идувопоклонства. И тем не менее, здесь есть освящение имени Всевышнего, которое превышает осквернение, потому что народы мира, они не понимают, они не понимают, что такое, чем там заняты евреи, какое у них Идувопоклонство. А самое главное, они не верят, не верят сыновьям Израиля, что они ушли от Бога, или что Бог оставил их для неевреев сыновья Израиля. Это всегда те, с кем Бог. Это для всего народа прежде всего, но и для отдельного еврея. Мы знаем все эти случаи в Галуте, не только случаи, а просто явления, когда к великому соживлению евреи принимали христианство, но к ним продолжали относиться минимум как с подозрением. Возьмем в Испании эту трагическую историю крещенных насильно или крестившихся в вынужденном положении, неправильно, сделавших неправильный шаг с точки зрения закона Торы. Хорошо, но не всегда можно судить человека, иногда нужно ему простить, даже когда он совершает преступление. Но то, что с точки зрения неевреев, то, что с точки зрения неевреев, их называли новые христиане, им не верили, создали инквизицию, которая выслеживала тайных евреев, их называли мараны, свиньи и так далее, что, что бы еврей ни делал, как бы он ни старался быть похожим на других, ему не верят так же. И когда в Израиль встает царь из его поклонник или склоняющийся к этому поклонству, народ Израиля все равно остается народом Бога в глазах неевреев. И поэтому в земле Израиля, что бы там ни было, освящение имени превышает его осквернение. Это в земле Израиля. Теперь в Ехизгеле есть очень интересная посылка, к которой мы тоже соотнесемся, хотя, может быть, это несколько уход от Еремиягу. И пожалел я имя святое. Мое есть осквернение имени, а есть восстановление имени. Какое восстановление имени? Только одно! Только одно! Какие синагоги не строй за пределами земли Израиля, какие общины богатые не создавай, избежать исквернения имени, которое произошло и продолжает происходить из-за того, что сыновья Израиля ушли в Галут и остаются в Галуте, есть только один способ. Это вывести сыновей Израиля из Галута. Так понимает Ихизгель, и поскольку он пророк, я думаю, с ним надо было бы согласиться. Равство Иуда пишет очень интересно. Осквернили дом Израиля среди народов, которым пожалел я имя святое мое. Не они пожалели и вышли из изгнания, а я пожалел имя святое мое. Я их вывожу из изгнания, даже если они еще не решили, даже если они не хотят, даже если они недостойны. Все, я не могу больше, чтобы в народах говорили, что это народ Бога, и из земли своей они ушли. Все, не могу больше это терпеть, я вывожу их из изгнания, но как? Что значит пожалел имя святое свое? Разве Иуда так сказал? В какой-то момент сыновья Израиля будут освобождены, даже если не раскаются. Не раскаются в том смысле, что не будут двигаться в сторону земли Израиля в мыслях и физических. Но вместе с тем чудеса, явные или скрытые, не могут произойти без того, чтобы хотя бы небольшая часть народа была готова пожертвовать жизнью ради исхода, которая светит имя Всевышнего. Так море раступилось только после того, как Нахшон, сын Минадала, вошел по самой Нозре, а самоотверженность тех, кто пришел за Рубавилем, а затем с Церезой, привела к возрождению народа. Маадим Бет, Йом Ацмаунт, восьмой Маамар, восьмая статья. Я взял с вами кусок, очень важный, на мой взгляд, из своего с моей женой комментария книги Ильхискиэля, 36 глава, и очень советую вам серьезно отнестись к этой книге и с комментариями, которые подробно и развернуто все объясняют, особенно 36, 37, 38, 39 глава. Это то, что раскрывает особенности нашего характера, нашего взаимоотношения с Землей, со Всевышними, если хотите. И тут можно добавить, что то же самое можно сказать и о возвращении из последнего двухтысячелетнего изгнания, что если мужество, самоотверженность людей небольшого числа привело к исходу из Вавилона, то в наше время то же самое. Мужество, самоотверженность небольшого числа людей привело к тому, что началось возвращение сыновей Израиля на землю Израиля и было создано государство. Итак, это оба сквернения имени, которым самое большое сквернение имени является изгнание. И Всевышний в момент изгнания плачет о том, что не достигнут, плачет втайне, явно как бы плачет о страдании и гибели сыновей Израиля о разрушении Рушалаем и разрушении храма. Тайно плачет он о том, что величие Израиля, сейчас бы неуместно как бы говорить об этом, да, и он плачет втайне, что величие Израиля, цель, цель величия Израиля, читай проявление божественного присутствия через народ, цель не достигнута, и об этом его слезы. Это тема, которую я постарался закрыть с вами довольно быстро, может быть, несколько на скорости. Вот, а теперь у нас следующая тема, и она в этой же 13 главе, и тема эта, вот, она отмечена здесь, возможно ли раскаяние. Можно сказать, ну, что за вопрос раскаяния, мы знаем, что это заповедь, мы знаем, что ни одно раскаяние не остается без ответа, даже если это только, скажем, такое, начальное самое раскаяние, какое-то начальное движение ко Всевышнему, это не остается без ответа. Что же за вопрос? Вот мы посмотрим, что, скажем, вызвало этот вопрос, по крайней мере, у меня. Что вызвало этот вопрос? И здесь, в нашей главе, Ирем Ягу говорит фразу известную, известную, который пользуется в Израиле, в прессе, в клей, текстуре, в радио и телевидении. И вот она звучит так. Переменит ли темнокожий кожу свою, а леопард пятна свои? Так и вы сможете, сможете, с вопросом, сможете сделать добро, привыкшие делать зло. Темнокожий, он весь черный, у него не осталось, я прошу прощения, тут без всякого расизма, вот это пример, как бы, из жизни природы, я это привел, а это пророк приводит, вот, и темнокожий, он весь темный. Может ли он сделать себя белым? Нет. Леопард, он не весь темный, у него есть что-то хорошее, так сказать, как символ, да, некоторый символ, что это не полное злодейство, не полная утрата добра, а пятна, пятна, да, вот может ли он, он может ли избавиться от пятен, вот у него пятна, а у него есть что-то хорошее, а вот такой человек, как леопард, у которого есть темные пятна, и есть светлые стороны, а он может избавиться от этих пятен, которые не дают жить? Может он от них избавиться? Нету, нету тут утверждения, иногда переводят, иногда объясняются, утверждение, что продолжение это, утвердительное предложение, это не так. Здесь есть вопрос. Так и вы. Сможете, сможете ли, сможете сделать добро, привыкшие делать зло? Это, так сказать, Эдгар, это задача, трудная, да, вопрос, да, и понятно, что не отрицается возможность раскаяния, даже в такой, в такой трудной ситуации, когда это похоже на то, чтобы сменить кожу, на то, чтобы сменить шкуру, да, даже в такой ситуации не отрицается возможность раскаяния, но она очень, очень и очень трудна, да, само по себе, само по себе раскаяния в Торе считается самой трудной, самой трудной заповедью, да, можно, можно одеть твилин, можно учиться любить, можно учиться трепетать перед Всевышним, все это тоже очень трудно, не просто этому надо учиться, но еще труднее, еще труднее это раскаяния, и книга «Дворим» это дает такими словами, кто взойдет для нас на небо и возьмет ее нам, речь идет о заповеди раскаяния, да, то есть изначально человек представляет себе, что эта заповедь, она на небе, ну, как бы мы сказали, да, она связана с такими духовными проблемами, что мне никогда не разобраться, да, вот есть суд небес, да, и речь идет не о том, чтобы мне как-то оправдать себя в земном суде, перед людьми, нет, мне нужно оправдаться перед небесами за все те, за всю ту испорченность, которую я привнес на духовном уровне, на небесах, да, ну, кто мне, кто это, я не могу, кто для меня это сделает, да, это слова Торы, книги «Дворим», и даст нам услышать ее, кто мне объяснит, да, как исполнить эту заповедь, чтобы исправить всю ту испорченность, которую я привнес на духовных уровнях, чтобы мы ее исполнили. Я исполню, только объясните мне, как я не могу, и не заморим она, да, тут уже как бы на земле, да, то, что я испортил в обществе, то, что я испортил в отношении между людьми, то, что я испортил сам в себе, в своем характере, да, это не представляется, что для того, чтобы это починить, нужно отправиться за море, да, кто пойдет для нас за море и возьмет ее нам, я не могу, я не умею путешествовать за море, кто для меня это сделает, и даст нам услышать ее, чтобы мы раскаяли, чтобы мы ее исполнили. Ну, кто мне объяснит, кто мне, Ишмия, да, не только даст услышать, но объяснит смысл, как мне это сделать, да, и ответ Маше, да, ответ Торы, не говори так, потому что близко к тебе это дело, заповедь раскаяния, очень близка, да, очень близка, не за морем, не на небе, она к тебе близка, чтобы устами твоими и сердцем твоим исполнять ее, да, то есть достаточно, ты не понимаешь, ты не понимаешь, что натворил, ты не понимаешь, как раскаяться, да, но достаточно движения сердца, да, в хорошем, правильном направлении, стремление исправиться, даже без понимания, да, достаточно молитвы ко Всевышнему, чтобы сказать, помоги, ну я же не понимаю, я же, я хочу стать лучше, но я не понимаю, помоги, да, и тогда эта заповедь начнет исполняться. Я здесь иду не совсем по комментарию или не по тому закону, который Рамбан дает в Юхот Чува в заповедях исправления, в заповедях возвращения, да, я даю прямо по тексту, по его простому смыслу, да, не совсем так, как Рамбан поднимает Галаху, который выходит из этих, из этих слов, да, здесь очень важно, да, и это на самом деле так, и это есть в пророках, да, мы можем привести с вами примеры, и пророк, и Агадот, когда стремление, изначальное только стремление и готовность сказать, виноват я, да, ну, не знаю, я даже не знаю толком, в чем виноват, но я понимаю, что виноват, да, вот, этого достаточно для того, чтобы Бог помог раскаяться, да, и тем не менее, эта заповедь остается очень трудной, потому что человеку очень трудно сказать, я виноват, ему очень трудно, да, представить себе, что, что представить, что нужно родиться заново, раскаяться, это родиться заново, это отбросить свои старые представления, это сказать, я ошибался, я все не так видел, я не так понимал, мне надо начинать жизнь сначала, это очень трудно, очень-очень трудно, даже в каком-то, а в какой-то одной частности, в каком-то своем частном поведении, да, это очень и очень безумно, просто безумно трудно сказать, я виноват, очень трудно, перед лицом Всевышнего, очень трудно, да, иногда, да, но по-настоящему с готовностью исправиться, с поиском пути, исправиться, с желанием, чтобы тебе помогли переделаться, как бы это трудно не было, да, вот, и как, скажем, почему это так трудно, может быть, в какой-то степени нам объясняет Мишна из Беркия, вот, в четвертой главе, где говорится так, да, авера, горе, ретавера, да, авера, горе, ретавера, это то, что нам нужно, да, как сказать, преступление тянет за собой другое преступление, Рав Салантер объясняет это так, что у человека есть естественное, естественное, как бы заложенное в его душе, стремление быть моральным, у него есть какое-то естественное знание морального закона, что такое хорошо и что такое плохо, у него есть естественное стремление к Богу исполнять заповеди, да, и когда ему, вот, родители бы сказали, он идет, он идет, поэтому идет весьма и весьма естественно, но стоит ему уйти от этой естественности, переступить ее, да, вот, что тогда он пугается, человек пугается, потому что для него естественно было идти по заповедям, да, он, что его толкнул, может быть, дурное желание, не удержался, испугался, может быть, ошибка какая-то, расчет неверный своего пути, своей жизни, отношений с людьми, испугался, но когда он совершает, преодолевает этот испуг и совершает преступление второй раз, он уже больше не пугается, а третий раз, Раф Салантер говорит, что третий раз для него преступление становится заповедью, то есть, он воспринимает это как норму, что так нужно, что так делают, да, как, например, не воруй, своровал, украл, испугался, да, второй раз, ну, а что особенного, третий раз, так ведь все же воруют, а как же иначе прожить, так и надо, да, вот это вот, и потом избавиться от этого очень трудно, нужно огромное усилие для того, чтобы, для того, чтобы переменить свою кожу, темную, скажем, да, символически говоря, да, или убрать свои пятна, да, которые тоже, тоже не дают жить, да, как бы, вот, пророк почти приравнивает, да, что все плохо или частично плохо, да, частично плохо тоже не дает жизни, тоже не дает стать на правильный путь и добиться успеха ни человеку, ни народу, да, вот, и вот ты, сможешь ли ты уйти от этого? Очень трудно, очень трудно. Совершить раскаяние – это великий подвиг, да, и не случайно Раби Абхагу говорит, что на месте, где стоит человек раскаившийся, великий праведник не может стоять, ну, там, как бы, где находится, по своим заслугам, по своему состоянию, по своей вере, скажем, да, человек раскаившийся, великий праведник туда не достигает до всех этих качеств человека раскаившегося. Правда, у Рабио Ханана есть другое мнение, но, скажем, хотя бы, хотя бы, вот эта посылка Рабио Абхагу, если только на ней остановиться, она очень и очень важна. подвиг великий, у которого, за который есть награда, да, это понимание, осознание, крепость веры, да, это, это все присутствует. Да, вот, и это не первый раз, когда нам Еремиягу говорит о том, что раскаивается очень трудно. Он нам уже сказал, да, во второй главе, да, Всевышний обращается к народу, не дай ногам твоим ступать босыми и гортани твоей пересохнуть от жажды, но ты сказала безнадежно, да, безнадежно. И здесь слышится в этом безнадежно, да, но я, я понимаю, что ты прав, да, но это нельзя сделать, это я уже ничего не могу поменять. Настолько сильна привычка, настолько, настолько я в этом живу, что безнадежно, нет, да, понимаю твой призыв, понимаю, что ты прав, безнадежно, нет, ибо люблю я чужих и пойду за ними. Здесь я написал для вас в шутку, не судите строго, я написал, что Раши, как бы Раши, комментирует слово чужих американцев, я пойду за ними. Да, сейчас мы вернемся к этому, к этой шутке, может быть, очень серьезной, да, вот, но давайте еще посмотрим моменты, в которых Еремьяву нам уже сказал, что заповедь раскаяния, она очень трудна, поэтому, если ты будешь смывать это пятно щелоком и возьмешь много мыла, все же останется вина твоя пятном передо мной, сказал Бог всесильный, но как же так, скажите, мы же сказали, что раскаяние, оно находит отклик на небесах, да, и вот ты уже хочешь раскаиваться, ты понимаешь, что у тебя на одежде пятна, и ты их начинаешь мыть и тереть, да, ну да, это помогает, но все же, да, останется вина твоя передо мной, это как бы напомню, может быть, мы с вами отметили это, я напомню, мне кажется, это очень важно, стоит напомнить, что здесь дело в том, что ты видишь свою вину внешней, на одежде, пятно на одежде, пятно на одежде, можно отстирать какими-то внешними, там, скажем, внешними действиями, без глубокого раскаяния, ну, что-то поправить здесь, поправить здесь, начать делать по-другому, да, вот, без того, чтобы заглянуть себе в душу и исправить все в корне, понять, что испорченность, она у тебя в душе, ты смываешь какие-то внешние признаки, какие-то свои действия, что-то, да, улучшаешь, да, но ты думаешь, что это внешне, нет, испорченность она в душе, поэтому все же, да, очень ценно твое раскаяние, но пятно останется передо мной, говорит Всевышний, да, это еще один момент, который нам поможет понять слова пророка Иеремия о раскаянии, да, вот, дальше мы еще не дошли до этого, это 17 глава, да, грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием на чертам наскрижали сердце их и на рогах жертвенников ваших, да, грех проник глубоко, он проник в сердце, которое должно быть чистым, о котором царь Шламов Мишлей говорил, более всего хранимого храни сердце свое, ибо из него истоки жизни, да, есть, как мы с вами говорили, у человека изначальная тяга к хорошему, да, изначальная тяга к хорошему, хотя и говорится, да, в, говорится в главе Ноах, что грех человека, что грех человека от юности его, да, то есть имеется ввиду от рождения его, дурное начало от рождения, да, это может быть, что дурное начало, в каком смысле мы можем поговорить об этом, но тем не менее, тем не менее, да, тяга к хорошему присутствует в сердце, его просто нужно хранить, да, ты не смог, да, и получилось, что вот уже это сердце не смыть, просто так не ополоснуть свое сердце, да, на нем резцом это записано, алмазным истрием, да, алмазным истрием, железным истрием, алмазным истрием, пророк доваляет алмазным истрием, потому что сердце, его хорошее начало, оно как камень, да, оно как камень, на нем трудно вырезать что-то, алмазным истрием вырезано на твоем сердце, каменным в данном случае, в хорошем смысле, не поддающимся плохому влиянию. Вот начертанно скрижали сердце их. Мы понимаем, что сердце сравнивается со скрижалями, с торой, которые в сердце. И вот понятия основные искажены, несмотря на то, что сердце в торе. Основные понятия искажены. И вот железным таким резцом начертано на скрижалях сердце, который похожий на скрижали торы. И на рогах жертвенников ваших, когда вы приносили жертвы Всевышнему за грех, то ничего вы не поняли. И поэтому на рогах жертвенника не приняли вашего исправления, стремления исправиться, потому что вы не задумались над тем, что над своим грехом, над его над его свойством, так сказать, над его качеством, над его сущностью. И здесь, может быть, последний момент, это уже не из Ириньягу, а из царя Шламо, из книги Мишлей. Здесь есть потрясающий момент, о котором часто не задумываются. Здесь есть такая картина в первой главе, когда мудрость, она призывает людей на улицы, она призывает их на перекрестках, она зовет во вратах. Это отражает то, что царь Шламо создал возможности изучения торы во всех местах, и в воротах городов, и в городах, в битмитражах, и так далее. Везде можно было найти, у кого учиться, и даже зайдя в город на короткое время, можно было найти, у кого учиться. Вы не слышали голос мудрости, не слышали голос мудрости, и мудрость призывает обратитесь к моему наставлению. Вот я издалю на вас дух мой, возвещу вам слова мои, но вы не захотели, и что тогда? И ни во что вы не ставили мои советы. Мудрости, естественно, великой мудрости, мудрости торы. Но царь Шламоне говорит о торе, он говорит о мудрости, о мудрости, о торе как мудрости, то есть о истинной торе, о жизненной торе, и не жирали наставления моих, я тоже послиюсь над вами, над вашим несчастьем. Вы смеялись надо мной, я послиюсь над вами. Потешусь, когда найдет на вас ужас, когда найдет на вас ужас, как гроза. И что? И дальше совершенно странный момент, посмотрите. тогда будут они звать меня, но я не отзовусь. Будут искать меня, и я не найду, и не найдут меня. Пророк Ишаяу говорит, ищите Всевышнего, когда он находится, когда он находится. Он всегда находится, то есть он всегда откликается, только ищите его, и он найдет. А здесь, да, мудрость будете звать. Уже вы понимаете, понимаете, что оставили мудрость, что действовали не по мудрости торы, вот теперь вы ищите ее, а я не отзовусь. Почему? За то, что ненавидели они знания и не избрали для себя страха перед Богом, не хотели принять советы моего, презрели всякое, презрели наставление мое. И нет в этом месте. Здесь есть просто природа вещей. Мудрость торы, с ней надо соотноситься постоянно, нужно постоянно думать о ней, нужно, чтобы она вошла в кровь и в плоть, когда этого нету, и вдруг понимают, ой, мы же не так поступили. Давайте мы сейчас что-то сделаем. Давайте мы пойдем по мудрости торы. Давайте мы сейчас сделаем это, и это, и это. И это настолько внешне. Это настолько неглубоко. Это настолько не приближает к мудрости торы ваши попытки что-то исправить, что тора говорит, вот тут я над вами посмеюсь. Тут я над вами посмеюсь. Потому что нельзя в один момент исправиться, нельзя в один момент переделать исправление. это результат глубокого раздумья. Теперь я все то, что мы с вами выучили, с вашего разрешения, хочу перекинуть на ту ситуацию, в которой мы находимся. Можем ли мы общество Израиля изменить свою кожу, если она вся черная, а даже если она не вся черная, и есть в ней что-то белое, можем ли поменяться? Можем ли мы вернуться к мудрости торы, хотя бы к ее общим основным посылкам? Многие уже понимают, что нет, не можем. Не можем. По крайней мере, наши руководители это сделать не могут. Многие, скажем, многие комментаторы, такой очень глубокий человек, самоотверженный, принимавший, организовавший борьбу против соглашений Осло, как Маше Феггин, когда-то бывший членом Кнессета, но ушедшим и ставшим таким вне политическим деятелем, вне политики, он сразу стал говорить, что это страшная история гибели более тысячи человек и пленения более 300 человек, которые до сих пор находятся в плену, она не научила ничему наших правителей. И даже тот, кто не готовы признать свою вину, это не решает проблему. Почему? Потому что очень трудно поменять кожу, очень трудно поменять пятна, очень трудно сделать чуму, потому что сделать чуму – это родиться заново. Это не только сказать, что я виноват вот в таком-то и таком-то моменте. Я вообще просто, вообще и во всем виноват. Прежде всего, я виноват в том, что у меня нету трепета перед небесами, и у меня нету, не было и нету желания соотнестись с основными посылками Торы, которая говорит, что пока ты будешь отдавать землю, даже не ты будешь отдавать, а кто-то до тебя отдал. И эта земля, наша земля святая, находится во власти другого народа или ненарода, как говорится в главе Ницавим, вы меня донимали не Богом, а я вам пошлю в наказание ненарод, ненарод. Это, как бы, так сказать, горькая ирония Всевышнего. Вы поклонялись тем, кто не является богами, а я вам как наказание пошлю ненарод. Чем ненарод хуже народа? Ни в чем-то хуже, потому что это просто ненарод, это стая бандитов. А может быть и организованные уже бандиты, но они не народ. У них нету никакой позитивной идеи. Единственная идея, которая у них есть, это убивать вас. Больше ничего. У них нету никакой позитивной идеи. Они ничего не создадут позитивного. И это еще ужасней, чем народ. Единственная идея – это убивать вас. Грабить, убивать, отнять у вас землю, уничтожить вас – это не народ. Это глава Ницавим. Так вот, раскается в том, что мы отдавали эту землю так или иначе, под тем или иным предлогом. Мы ушли из Синая, где не Египет господствует, а господствуют бандитские образования, не народ, которые закачали неимоверное количество оружия в газу через туннель и морским путем. Мы ушли из Гуш-Катифа, поступив совершенно неморально по отношению к своим гражданам. Но даже сейчас не это важно. Мы отдали часть земли, часть земли отдали арабам. И что мы получили? Такое бандитское образование, которого, может быть, в мире не было. Оно еще превышает своим зверством, желанием истребить евреев, оно превышает нацистов. Мы ушли из Ливана, что мы получили там. Вместо буферной зоны мы получили Хизбалу, которая вооружилась настолько, что она стала стратегической угрозой для Израиля. То есть, простой вывод, простая чуба, нельзя отдавать землю, надо завоевать землю, вернуть ее под свой контроль и не создать там заново поселение. Этого понимания нету. Нету у наших руководителей. Может быть, есть у какой-то части народа. Может быть, оно есть. Но как пример того, насколько трудно сделать шуву, можно взять в пример израильского предпринимателя в области Айтыка, который создавал фирмы, трудоустраивал арабов, Дженини и Вази, у этого предпринимателя во время атаки погибли сын и невестка. И над их могилой он сказал, что я буду продолжать. Там есть талантливые люди, которые хотят мира, и я с ними буду продолжать. Он не то, что... Я прошу прощения за грубое слово идиот. Нет, он не идиот. Трудно сказать, что ты виноват в гибели своего сына. Ты, ты своими руками, ты погубил его. Это трудно сказать. Это трудность шувы. Это трудность переменить свои пятна, переменить свою кожу. А во всем, что я вам говорю, мне очень больно говорить. Очень больно говорить. Нет ни обвинения, ни злорадства. Есть просто понимание проблемы и необходимость сделать эту болезненную операцию в своем сознании и сказать, мы виноваты. Некоторые спрашивают, где был Бог на 7 ноября. Ну, вы имеют... Ну, честное слово. Ну, нельзя же так. Нельзя же как бы приставить револьвер к своему виску, выстрелить, а потом спрашивать, где был Бог. Спрашивать, где был Бог. Или чтобы уже не человек сам, а тот, он на него спрашивает, тот, он на него смотрит, спрашивал, где был Бог. Вот. Давайте будем реальными людьми, реальными с точки зрения с точки зрения Торы, да, с точки зрения Торы. Я не говорю о соблюдении всех заповедей в самом как бы детальном, там, в самом детальном виде, в самом детальном образом. Я не говорю о том, что нужно всю свою жизнь с утра до вечера посвятить законам Торы. Нет. Я говорю о том, что нужно жить по понятиям Торы, да, и совершать эту труднейшую заповедь, раскаяния, да, сказать, я виноват. Да, это очень трудно. Вот здесь я останавливаюсь сейчас и передам микрофон вам и очень прошу, скажем, высказать свое мнение, свое отношение. Вопросы всегда принимаются, хотя я сразу предупреждаю, что я не на все могу ответить. Вот я сделал стоп-шер, я вижу всех вас на экране, вашей квадратики. Пожалуйста, если есть что отреагировать, пожалуйста. Равзеев, добрый вечер. если можно вопрос по поводу кожи и пятен леопарда. Пророк приводит такой демотивирующий пример, что, мол, как ни пытайтесь, все равно не получится. Почему бы не привести какой-то другой пример, что давайте соберитесь, все в ваших руках и так далее, и так далее. Что более эффективно? Я понимаю, что иногда дело тоже с целью раздразнить народ Израиля, чтобы тот сказал, как-то невозможно. Сейчас мы докажем обратное, но тем не менее. Вы совершенно правы, но, как говорят в хорошем ответе половина ответа, а в вашем вопросе уже весь ответ. Мы можем вспомнить Ишаягу, который обращается к народу за 150 лет примерно до за 100, 110 точнее говоря, до Ермиягу, и он говорит, он говорит, Всевышний говорит, придите и поспорим с вами. И вот это можно понять, что Всевышний призывает их прийти к пророку или к мудрецам Торы, которые понимают проблемы. и поспорим. Вы считаете, что вы правы? Давайте я вам через пророков, через мудрецов докажу, что вы не правы. И у меня есть надежда, что вы поймете, потому что продолжение, что если будут ваши преступления красными, красными, как красная нить, как тула, я их сделаю белыми, как снег. А если они с вами будут еще более красными, я их сделаю белыми, как шерсть. Не таким белым, все-таки сделаю шерсть. Здесь не чувствуется, у Ишаяу не чувствуется этой невозможности раскания. Есть проблема, да, вы не понимаете, но все-таки я уверен, говорит Всевышний, если поспорить с вами, если показать вас, если ткнуть вас носом, все-таки вы поймете, что это преступление. Если они будут красными в ваших глазах, я их сделаю белыми. Если вы поймете, что это преступление. А тут прошло 120 лет, тут другая ситуация, и мы видим, что вот будете стирать, не отстираете. Хорошо, что будете стирать, но не отстираете. Что грех записан железным рисом у вас, это через 110 лет, это другое состояние общества, это состояние после правления Минаше, когда 60-летнего правления, почти, скажем, если брать его сына ОМОНа, еще это 60-летнее правление, когда говорится, что из-за грехов Минаше был разрушен храм. Ну, что Минаше, это когда был храм, когда был разрушен, да, просто то, что сделал Минаше, ту испорченность, которую он привнес. Те представления о Боге, они настолько были искажены в период его правления, представления о том, как Всевышний управляет миром, что он требует от народа Израиля, это настолько было искажено за 60 лет, представляете, 60 лет, да, советская власть 70 лет, а тут 60 лет, почти 70, это было настолько искажено, что исправить очень трудно, да, и пророк с одной стороны с горестью и с сожалением говорит об этом, да, но с другой стороны, как вы сами сказали, он показывает, насколько это трудно, и все-таки спрашивает, сможете? Есть надежда на то, что вы справитесь, если есть надежда на то, что вы справитесь, все-таки справитесь, да, вот, как вы говорите, демотивация, да, ну, что делать, да, надо сказать, что легкими мерами вы не отделаетесь, как Саршламов говорит, да, вот, увидели проблему, да, в том, что мы ушли от мудрости, мы мало учили, мы мало учили, пророков, сейчас мы в школах ведем изучение пророков, да, во всех школах добавим часы изучения пророков, вот, и что у вас получится? Клум, ничего, потому что нужно понять суть проблемы, что от того, что вы будете учить пророков, так как вы учили их раньше, да, нужно поменять всю систему изучения Торы, продумать, на это уйдет время, на это найдет, уйдет много усилий, а так просто раз-два, да, ой, мы, мы, мы не мудро поступали, так мудрость скажет, я над вами посмеюсь, да, то же самое и здесь, предупреждение, да, что внешними мерами вы не отделаетесь, это очень трудно, очень трудно, да, а если вы скажете, у нас есть много хорошего, так и что, ложка дегтя портит бочку меда, это как вот со шкурой леопарда, да, очень трудно, но давайте, давайте, я вас еще спрашиваю, сможете, да, вот, это как бы, ну, вы сами все сказали, я просто добавил краски, вот, я вижу те вопросы, как разговаривать с людьми, которые не понимают, которым десятилетиями промывали мозги наши школы, институты, армия, очень больно, больно, правильно, правильно, это теоретически, как бы, Шламон пишет, что я над вами посмеюсь, да, буду радоваться вашему несчастью, это, как бы, теоретически, чтобы тоже вас задеть, а так, по-настоящему, очень больно, да, как, я не знаю, я могу только предложить, предложить одно, на каждом углу говорить правду, на каждом углу говорить, скрывать эту проблему, на каждом углу, да, на каждом углу, углу говорить, что внешние меры не помогут, что надо измениться, что надо стать народом, который всем, всем, не это, понимаете, сейчас, это вот, харидинный мир, они учат Тору, да, вот, национально-религиозный лагерь, они привержены, да, всем нужно поменять свою голову, да, понять, что главное, да, что главное, главное, это земля, не отдавать ее никому, это стартовая площадка, без которой ничего не будет, да, без этой старковой площадки, да, ничего не будет, я очень надеюсь, что происходит какое-то движение в обществе, те люди, которые, те люди, которые не могли раньше открыть рот, да, как тот же Машей Фейглин, который, он открывал рот, но его никто не слушал, сейчас его слушают, сейчас его приглашают на новостные, на новостные каналы, да, в начале всей этой нашей ужасной истории, он был на 14 канале, по-моему, да, и он стал говорить о том, что концепции не поменялись, остались те же самые концепции Осло, дикторша, ведущая, очень приятная, очень милая девушка, она чуть не заплакала, как же так не поменялось, мы, конечно, все поняли, да, но этого понимания хватило на несколько дней, да, сегодня она уже не заплачет, сегодня она уже привыкла к тому, что развивается концепция передачи Азии под управление, так сказать, палестинской автономии, да, которая, ну, мы все понимаем, что она ничуть не лучше Хамаса, она даже не пытается это скрыть, и тот же Абу Мазан распространил сообщение, что он поддерживает действия Хамаса, мы будем отдавать эту территорию, да, больно, очень больно, больно за живых, или Авгель, как говорят, больно за погибших, да, конечно, есть только один выход, да, мы здесь, и мы будем всегда здесь, на этой земле, да, и мы будем, мы будем бороться, каждый на своем фронте, кто с оружием в руках, кто на фронте борьбы за понимание, мы отсюда никуда, больно, конечно, больно, да, 20 лет уже больно, еще как больно, а сейчас еще больнее, да, единственное, что я могу предложить, это понимать глубоко правду, да, она, в общем-то, простая, это то, что мы не имеем права отдавать землю, и не только ради себя, ради Всевышнего, потому что изгнание, или полное, или частичное, или полное, это самое страшное осквернение имени Всевышнего, да, и то, что перед нами стоят великие задачи, повлиять на весь мир, распространять, распространить имя Бога на весь мир, а без земли, без возвращения на землю мы это сделать не можем, да, вот я предложил это понимать просто глубоко, всем сердцем, и не стесняясь говорить другим, пусть нас тычут пальцем, говорят, что мы мошехисты, пускай, что делать, нет другого выхода, как говорить правду, да, по поводу Мошеха, прихода Мошеха, я как бы за, я только предлагаю это понимать, не как какой-то дядя, который сейчас придет, спустится на вертолете, с вертолета весь в белом, да, когда наши солдаты все в грязи, запачканы кровью, и своей, и кровью врага, да, а он спустится весь в белом, нет, я предлагаю принимать, приход Мошеха принимать, как реалии, да, а реалии, это собирание рассеянных, это то, что я очень надеюсь, то, что произойдет после этой истории, и, так скажем, в большом, крупном плане, это понимание наших задач, создание справедливого общества, и построение храма, это и есть приход Мошеха, да, вот, а кто будет этим человеком, значит, какой-то сверхъестественной личность, или живой реальный человек, это не важно, потому что Мошеха – это средство, а не цель, да, а цель – это земля, справедливое общество, храм и распространение имени Всевышнего на весь мир, поэтому нужно говорить правду, да, и кончить, да, а если говорят, что это 20 лет насаждалась эта концепция, что они хорошие, только им надо денег дать, они будут еще лучше, они займутся там своими помидорами, да, это я слышал просто на, когда мы боролись за землю, лежали на этой земле, пришли нас арестовывать, глава, как сказать, командир дивизии, который является здесь законом в нашем, в нашем районе, он сказал, ну что вы, вот, землю у них отбираете, дайте им сажать помидоры, они вас оставят в покое, буквально он так сказал, эта концепция насаждалась 20 лет, допустим, да, я вам скажу, что 200 лет, как минимум, мы с вами виноваты, мы с вами виноваты в том, что мы пренебрегали землей, Израиля, заповедью жить на ней, распространяли всякие байки и сказки, что может быть можно жить за пределами земли Израиля, а я предлагаю сегодня говорить, да, что и у тех, кто живет, и тех, кто живет за пределами земли Израиля, есть обязанность служить в армии, защищать еврейские жизни, да, и пусть они приезжают сюда хотя бы служить в армии, а вообще, в принципе, если не только жить за полем земли Израиля, я бы сказал, да, что есть преступление оставаться за пределами земли Израиля, давайте об этом говорить, начнем говорить честно, да, больно, конечно, а вон нам мудрость сказала, что не поправишься в одну секунду, да, надо понять правду и начать говорить о ней, вот и все, все, что я могу вам сказать, малоутешительно, нет ничего другого. Рафзи, можно вопрос? Да, пожалуйста. Вы в начале урока сказали, что даже у таких царей, как Минаше, есть Кедуш Ашем, в чем он? Нет, не у них есть Кедуш Ашем, не у них есть Кедуш Ашем, я, может быть, неправильно выразился, или вы меня неправильно поняли, возможно, есть Кедуш Ашем, то, что мы здесь, на этой земле, да, и чтобы они не вытворяли, какие бы они танцы не устраивали с народами мира, и чтобы они здесь не делали, им не верят, им не верят, да, народ Израиля, которым они управляют, правят, он все равно остается народом Бога в глазах неевреев, так же, как каждый еврей, за пределами Израиля, остается существом непонятным, подозрительным, и обязательно связанным со своим Богом, даже если упаси Бог, он крестился. Ясно, спасибо. Услышать может тот, кто хочет услышать, да, вот для этого нам надо с вами учить пророков, возвращаться к ним. Ехискелью сказано, было Ехискелью, мы не пророки, но мы дети пророков, а Ехискелью было сказано, да, будут тебя слушать, или прекратят тебя слушать, ты говори, чтобы знали, что пророк был среди них. Мы не пророки, но мы должны распространять правильные мысли, чтобы, ну, может быть, будет такая ситуация, когда они вдруг скажут, те, кто не может понять, хлопнутся о полгую, скажут, ой, пророк был среди нас, говорили правильные вещи, да, как сейчас очень боязно и скромненько говорят, а может быть, Метнахалим, а может быть, поселенцы, они все-таки были правы, что не надо было уходить из азы, может быть, да, потому что сложилась такая ситуация, когда эти слова стали слышаться, может быть, дальше они будут слышаться еще больше, не может, не хочет услышать, все равно нужно говорить, да, нету другого выхода, пока не говоришь правду, вообще нет никакого шанса, пока кто-то не говорит правду, нет никакого шанса, ты, Рабзиев, можно вопрос? Да. Я правильно вас понял, что показатели раскаяния определяются по главам государств? Нет, не обязательно, как бы, просто показатели раскаяния народа, я бы не сказал, что он определяется по главам государств, да, я бы сказал так, он определяется по главам государств, потому что они держат в своих руках нити управления, и он определяется по народу, да, по народу, насколько народ готов противостоять этим главам государства, да, как мы с вами говорили, да, вот, как мы с вами говорили, что должностные лица, они делают это и это, вот, а пророки говорят, все хорошо, и эти должностные лица опираются на этих пророков, читай на средства массовой информации, да, а что в конце, да, а народ мой любит это, ну, любит, не любит, но устраивает так или иначе, каждый тело занят своими делами, живет хорошо, да, раскаяние народа определяется его попыткой противостоять, да, хотя бы выйти, выйти на демонстрацию, да, выйти на демонстрацию, то есть, есть главы народа, они могут совершить раскаяние, как совершил свое время Минаше, это чем-то помогло, да, а есть народ, который должен противостоять всему этому, а если противостоять, значит, его это устраивает, а пророк говорит, все больше, любит это. Нет, ну, вот пример был с ушкативом, было достаточно народа, который противостоял, значит, было недостаточно, значит, достаточно, значит, я не хочу, да, с ушкативом, да, весь сдерот, и те поселения, без всякого злорадства, как факт просто, сдерот, и все, и большинство поселений, то, что называется ОТ-фаза, окружающий азу, они аплодировали разрушению гушкатива, потому что они называли Михалим, Митнахалим, Митнахалим называли Митхаблим, Митхаблим, те, кто причина террора, это поселенцы, они аплодировали, да, я сам был в сдероте, на демонстрации, демонстрации национально-регионного лагеря, которому почти никто из сдерота не присоединился, по-моему, был там глава, мэр сдерота, да, но этого недостаточно, жители сдерота, они совершенно не присоединились к этому, есть харидинный мир, который сейчас, если только его тронуть, они начнут шуметь, что это ненависть, это антисемитизм и так далее, а я никого не трогаю, а я никого не ненавижу, ненавидеть, это желать плохого, а я им желаю самого лучшего, как всем евреям, да, я только хочу сказать, что они не приняли никакого участия в борьбе за гушкатив, а если говорить с Осло, то религиозная партия ШАС, она его поддержала, да, и вы хотите сказать, что вот весь народ, такая масса народа, вот, никогда не бывает, никогда не бывает. Я хочу понять, какой процент может представлять уже в глазах Творца, когда Дин перевешивается на ХС? А я не знаю, это суд небес, это суд небес, гушкатив оказалось недостаточно, да, и поэтому многие говорят, где был Бог, да, ну, хорошо, как говорят в израильской армии, когда ты указываешь одним пальцем на кого-то, тычешь, да, то три пальца обращены в твою сторону, так же и со Всевышним, когда тычут пальцем на Всевышний, но три пальца должны быть обращены в свою сторону, ну, хорошо, он не защитил, да, это проблема, проблема веры, но три пальца должны тыкать в себя и спрашивать, где был человек, где был народ, да, где был народ, да, вы говорите народ, все это, да, рабоним не учили тому, что надо отказаться от приказа выполнять, отказаться от приказа выселять поселенцев, разрушать поселения, а это из Торы, а Тору извратили, да, и ни один из рабоним, ни один из рабоним в открытую не сказал, откажитесь от исполнения приказа, да, вот ваш покорный слуга, как я вам говорил, я кричал об этом, хотя я никакой не авторитет, да, и их пуским, да, а когда после разрушения Гушкатифа меня пригласили давать лекцию в Михайле Дерцог, в университете, который готовит рабоним, фактически, готовящий теле, я начал с того, меня пригласили рассказать о героизме борьбы, борьбы советского, за алью советского еврейства, Хануку, вот какой я молодец и герой, я подумал, а что же я вам буду рассказывать, нет, братцы, я вам расскажу про то, что было в Гушкатифе, и я начал с того, что есть обязанность, да, есть обязанность не исполнять приказы в таком случае, и что? Меня не стали слушать, не стали слушать, ну и что? А я скажу еще раз, еще раз, еще раз, да, и пока это возможно, пока есть дыхание в ноздрях, я буду говорить, а говорить о том, что народ сделал достаточно, это совершенно неправильно, совершенно неправильно, ни его, ни религиозная часть, ни его религиозная часть, ни харидинный, ни мир по-своему, да, ни национально-религиозный лагерь не сделали достаточно для того, чтобы защитить Гушкатиф, да, просто бе-мифураж, как бы, да, совершенно явно, это то, что есть, то, что есть, всех люблю, извините, никому плохого не желаю, никому вины не наговариваю, да, но есть же обязанность посмотреть на себя как-то, а чего ж пальцем тыкать во Всевышнего, это что, хорошо? Всевышнего тоже надо защитить, вот я его защищаю, хорошо, ладно, если я чувствую, что я набираю обороты, надо остановиться, вот, так что я всем желаю нашего общего успеха в борьбе на фронте и на духовном фронте, который не менее важен, чем, может быть, не так труден, человек не бросается под пули, чтобы Бог всех хранил только, да, но духовный фронт, он тоже очень труден и очень тоже важен, да, так что всем успехов с Божьей помощью, храни всех Бог и благополучия всем, вот, и дай Бог, надеюсь, встретиться с вами через неделю и все будет выглядеть гораздо лучше, очень хочу, чтобы я оказался неправ, всего доброго, спасибо. Спасибо, спасибо. 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 Продолжение следует...